В последние дни нас так много пугают новым китайским гриппом, что даже за тысячи километров от опасной зоны мы начали опасаться этой инфекции. И правда, этот грипп стал важнее нового года, испортил людям праздник. В Пекине отменились все новогодние мероприятия, на улицах городов пусто, людям запрещают выходить на улицу и даже студентов не отпустили с карантина домой на каникулы. Ну, вообще-то зима, традиционный сезон РВИ, гриппы и простуды, их не надо бояться, нужно только хорошо подготовиться. Например, сделать прививку. Правда, не все делается вовремя, к сожалению. А вот как защититься от вируса, сегодня спросим у наших гостей. Итак, мы приветствуем в нашей студии Жайдара Бесимбаевича Курманова, руководителя Актюбинской противочумной станции. Доброе утро. А также Мухтара Убайджановича Сербаева, заместителя руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Актюбинской области. Доброе утро. Доброе утро. Вот китайский вирус гриппа, да, стал реальностью. Нам он тоже угрожает? Люди, многие отказываются от туристических своих путевок. Кто собирался в Китай лететь? Как известно, в декабре прошлого года в провинции Лухань, Китайской народной республики, было зарегистрировано первый случай от коронавирусной инфекции. Раз уж у нас есть международное сообщение, да, не исключается завоз данной инфекции на территорию республики Казахстан. И, соответственно, она может быть завезена на территорию Актюбинской области. То есть никто не застрахован, да? От этого никто не застрахован, от распространения инфекционного заболевания. Вот до эфира мы с вами обсуждали тему как раз-таки коммерческую, это туристических путевок. То есть люди платят деньги, чтобы, допустим, из Актюбинска долететь до Алматы, потом из Алматы в курортную зону. Это не тоже небезопасно? Ну, если говорить о опасности, о безопасности, то нам уже, в принципе, известно источник данного инфекционного заболевания, известен механизм передачи, да, поэтому у нас все мероприятия касательно предупреждения о дальнейшем распространении инфекционного заболевания проводятся. Поэтому слишком уж опасаться, как бы утрировать, да, нет необходимости. Потому что есть специальные службы и специалисты, мы готовы проводить соответствующие мероприятия. И мероприятия проводятся. Что делать? Вот прививки от этого вируса уже есть или только ищут? На данный момент, по данным комитета контроля качества безопасных товаров, услуг, да, и вот недавно главный государственный санитар в России в Суле-Казахстане, Жан-Добек Ухтарович Бехшин, выступал, говорил, мы получили геном данного возбудителя, и уже международная организация ВОЗ разрабатывает соответствующую вакцину, да, но на данный момент конкретно к данной инфекции вакцины пока не существует. Ну, если применить, говорить, существующую уже вакцину против гриппа, если, да, данная, данная вакцина может просто ослабить воздействие этого вируса на организм, может, организм легче может справиться на данном заболевании. Жан-Добек Ухтарович, да, вот вопрос тоже к вам. Как вы прокомментируете данную ситуацию? Ну, во всех средствах массовой информации про эту инфекцию уже вообще говорят. Конечно, сейчас в городе Ухань объявлен карантин, по нашим данным, никого не выпускают, никого не запускают. Вчера под председательством вице-министра здравоохранения с соответствующими службами проведено селекторное совещание, где мы тоже участвовали, и даны конкретные поручения, организационные мероприятия. Вот сейчас мы с Махтаром Войчановичем едем, как раз мы здесь, в Актюбинске, вот департаментом охраны о контроле качества, безопасности и товаров и услуг было инициировано проведение тренировочного учения. Мы с участием всех заинтересованных ведомств сейчас провели учения, так сказать, еще раз проверили свою готовность. В принципе, инфекция, конечно, это новый вид инфекционного заболевания, но, тем не менее, в специальной службе мы как бы работаем. Вы организовали вот мероприятие, которое непосредственно, вот про учение, которое вы говорите, как было построено оно? Ну, учение, как бы по легенде учения, прилетает самолет рейсом Нур-Султан-Актюбе, и среди пассажиров у одного пассажира появляется температура, как бы головная боль. И по легенде этого учения, когда все пассажиры выходят, уже у нас эта работа поставлена, у нас существует транспортное управление, ну, так скажем, в народе говорят, транспортная санопедслужба, они пропускают всех пассажиров через тепловизор. И вот этот аппарат-тепловизор, он на расстоянии замеряет температуру пассажиров, и у одного выявляют повышенную температуру, его в тот же момент изолируют специально в помещении, и там по существующей схеме работы, схеме оповещения, сообщают соответствующие органы, то есть в санопедслужбу области, управление здравоохранения, противочумная служба, и собираются специально ответственные лица, инфекционисты, эпидемиологи, вирусологи, и там на месте решается, ну, определяется уровень подозрений. И, соответственно, его специализированной скорой помощью, машиной скорой помощи, его транспортируют в областную инфекционную больницу. Там, кстати, тоже уже предусмотрен специальный бокс и помещение для изоляции и соответствующего специфического лечения данного человека. В каждом городе такая подготовка идет масштабная? Такие тренировочные учения проводятся в соответствии с распоряжением главного государственного санитарного врача. Сегодня, насколько нам известно, до обеда провели подобные учения в городе Алматы. Я думаю, во всех областных центрах такие учения проводятся. Мухтар Арубаджанович, я вас перебил, простите, пожалуйста, вообще как защититься взрослым? Конкретно, если говорить в целом о вирусной инфекции, в том числе про грипп, например, да, конечно же, в первую очередь население в Неподима не игнорирует вакцинацию. Оно и проверено историей, и практикой, да, и доказано научно, что в первую очередь вакцина только может предотвратить инфекционные заболевания. Даже если человек заболеет, то болезнь протекает как бы в легкой форме. К сожалению, против данной инфекции пока вакцины не существует, поэтому меры профилактики заключаются в ограничении пребывания в местах скопления населения, да, там базары какие-то, может быть, торговые центры, какие-то театры, да. Да, надо, если человек сам чувствует, что он заболел, да, температура, кашель, он должен носить маску. Но маску всему населению нет необходимости, например, носить. Это не поможет, во-первых, и нет необходимости. Просто маска нужна для медицинских работников, которые контактируют с больным или с самим больным человеком. Если семья человек заболел, он лучше пускай одевает маску и вызывает или обращается к докторам. Доктора конкретно дают назначение, лечение, и он должен все исполнять назначение врача. Тогда он вылечится и никаких последствий каких-то плачевных не будет. А вот что касается детей? Ну, дети, в принципе, вакцины, которым мы в этом году против гриппа привили 10% населения, это более 87 тысяч населения гриппового. 10% от всего? Нет, это не мало, это как раз рекомендации ВОЗ. Тем самым мы создаем барьер против дальнейшего распространения инфекционных заболеваний, конкретно гриппа. Это называется иммунная простойка, это рекомендация ВОЗ. Если у нас в области где-то более 870 тысяч населения, вот из 870 тысяч населения мы привели 10%. Это в первую очередь сами врачи, потому что он контактирует часто с пациентами, часто болеющие дети, лица преклонного возраста, беременные. Вот этот основной контингент мы всех привили за счет бюджета. Понимаете? Да, и поэтому, как бы, самое главное, я хотел бы здесь сказать, что в первую очередь необходимо вакцинироваться. Дальше, если приходить, говорить о народных каких-то методах, тоже для укрепления иммунитета используем там чеснока, да, миод, который содержит природные фитонциты, которые помогают организму бороться с инфекционными заболеваниями, тоже не исключает. А вот чем отличается ОРВИ от гриппа? Данное ОРВИ от гриппа, в принципе, это все категории острых, респираторных, так называемых, инфекционных заболеваний, которые вызываются различными вирусами. Если говорить конкретно, чем отличается, грипп, если взять, она более опасна, потому что со своими осложнениями, да, начинается очень резко, остро, сразу температура 40, а при ОРВИ она начинается постепенно, и температуры такой никогда не будет. При гриппе резкая головная боль, светобоязнь и так далее, да, одышка может появиться, а при ОРВИ такого проявления резких нет, но постепенно проявляется у человека. Вот эти симптомы, они отличаются. Просто про грипп мы конкретно знаем возбудительные инфекционные заболевания. Вот сейчас, в данный момент у нас эпизод начинается в декабре, и ежедневно мы проводим мониторинг на циркуляцию возбудительных инфекционных заболеваний. В этом году, по данным ВОЗ, циркулирует вирус гриппа АН1Н1, АН2Н3, да, и группы В, которые, антигены, на которых содержатся вот временем вакцины, российские вакцины. Поэтому, как бы, соответствующая специальная медицинская организация во всем мире проводит мониторинг возбудительных инфекционных заболеваний. Ежегодно к новому эпизодону готовит новую вакцину. Ну вот смотрите, никто и не знает, да, когда это все закончится? У людей паника. Ну, в данный момент паниковать, вначале я уже говорил, паниковать не стоит, потому что природный процесс, вирус постоянно мутирует, появляется много инфекционных заболеваний. По идее, человек, у него, он, Бог ее создал, с сильным иммунитетом. Надо постоянно, во-первых, чтобы иммунитет более был готов к встрече с инфекционным заболеванием, никогда не отказать от вакцинации еще раз. Далее, вести здоровый образ жизни, также, да, питаться богатой витаминной, нервничной пищей, вести здоровый образ жизни, тогда человек не заболеет. Даже если заболеет, он, организм справится с данным инфекционным заболеванием, с любым. Спасибо вам, успокоили. Мы рады были вас видеть сегодня утром и желаем вам крепкого здоровья. И за информацию нашим зрителям, пользователям социальных сетей, кто нас смотрит через приложение «Любимый город». Дорогие друзья, это «Новое утро», а далее в нашем эфире появится человек, о котором мы узнаем еще больше. Кто он? Следите за нами, если вы сейчас направляетесь на работу, открывайте свой смартфон, нажимайте приложение «Любимый город» и смотрите нас через социальную сеть. А мы вернемся через несколько минут в эту студию, друзья. Это «Новое утро», не переключайтесь.